Добрый день, дорогие якутяне! Мы сегодня встречаемся с вами в очередной раз в передаче «Конституция. Мы», которая уже ведется в течение пяти лет. И сегодня у нас уже очередная программа на тему «Конституционные новации. Взгляд молодежи». И в гостях в студии Васильев Антон, заместитель председателя молодежного парламента при Государственном собрании Илтумен, студент третьего курса Института физической культуры Северо-Восточного федерального университета. Добрый день, Антон. Добрый день, Александр. И Аверинский Александр, ответственный секретарь молодежного парламента при Государственном собрании Илтумен Республики Саха-Якутия. Ну, я хочу отметить, что в течение пяти лет мы рассматривали в рамках нашей передачи «Конституция. Мы» реализацию тех или иных концовных положений. И на сегодня, конечно, очень важно говорить о роли молодежи в реализации концовных положений, о том, как молодежь относится к действующему основному закону страны, так и к Конституции Республики Саха-Якутия. Давайте начнем наш разговор о деятельности молодежного парламента при Госсобрании Илтумен. И Антон, как заместитель председателя молодежного парламента, начнет. Пожалуйста, чем занимается молодежный парламент, какие у вас приоритеты, чем вы полезны для молодежи? Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что молодежный парламент это совещательный и консультативный общественный орган содействия законодательной деятельности Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Вся работа у нас выстроена на добровольных началах, и за нее, соответственно, мы не получаем заработную плату, как, наверное, некоторые предполагают. 15 января этого года председателем нашего молодежного парламента стал Антон Анатольевич Васильев. В состав структуры молодежного парламента, если углубляться, входят 8 комитетов по различным направлениям. Также существует у нас пресс-служба, законотворческий совет, проектный офис, студенческий отряд целый и кадровый резерв, школьная ассамблея. На данный момент молодежный парламент у нас занимается рассмотрением, получается, в государственное собрание Илтумен внесен проект, в общем, инициированный бывшим председателем молодежного парламента Иннокентьевым Алексеем Андреевичем о внесении изменений в статью 8 закона Республики Саха-Якутия о бесплатной юридической помощи в Республике Саха-Якутия. Конкретно данный проект предполагает дополнение закона пунктом 16, в котором конкретно указано следующее, что студенты, лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета и магистратуры также должны входить в перечень для оказания обладающих правом на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы. Ну и молодежным парламентом также проводятся круглые столы, дискуссионные площадки. На различные актуальные проблемы были внесены изменения в регламент, приведены в соответствие с федеральным законодательством рамки, устанавливающие возраст молодежи до 35 лет, что произошло недавно. И являются, получается, совершенствованы некоторые пункты статей. Некоторые из наших членов и резервистов уже люди, которые работают непосредственно с молодежью, активно участвуют в жизни общества, они участвуют в различных значимых крупных мероприятиях, республике, проектах, являются главами местного и муниципального самоуправления, сотрудниками органов исполнительной власти и подведомственных их организаций, также кандидатами наук целые есть, и генеральные директора IT компаний, предприятий также имеются. Вот. Далее, наверное, продолжит Александр. Я остановлюсь на законодательской деятельности молодежного парламента. Хотелось бы отметить, что молодежным парламентом активно занимается законодательством, а именно, нами было предложено и впоследствии принято госсобранием Илтумен внесение изменений у целевой контактной подготовки специалистов с высшим и среднепрессиональным образованием. Данные изменения касались того, чтобы по договорам о целевом обучении усилена ответственность заказчика за некоторые устройства гражданина. То есть, когда обучающийся о целевом обучении по контракту обучается, и потом его дальнейшим не трудоустраивает, то заказчик несет свою ответственность. Также, конечно же, это проект закона Республики Саха-Якутия о патриотическом воспитании населения Республики Саха-Якутия. Молодежный парламент инсценировал создание данного закона, он сделал его концепцию, и в дальнейшем нашими наставниками из госсобрания Илтумен он был полностью доработан и в последующем сейчас уже принимают в первом чтении, а именно 7 апреля. Также Молодежный парламент дал свое решение по поводу проекта федерального закона о молодежной политике в Российской Федерации. госсобрания Илтумен приравнило наше решение к решению госсобрания Илтумен и в последующем было отправлено в Москву. И также, конечно же, что считается маленькой победой, это то, что изменение в закон о молодежной политике в Российской Федерации. Голос молодежи, когда мы проводили круглый стол с Галиной Иннокентины Данчиковой, были прозвучены очень многие предложения. И в последующем госправовым управлением они были составлены в более детальную схему и были приняты, приняты Государственной Думой. То есть голос молодежи был услышан на федеральном уровне и включен в закон. А именно то, что молодая семья — это лица, состоящие в заключенном в установленном законодательстве в Российской Федерации порядки браки в возрасте до 35 лет включительно. И молодежные общественные объединения — это созданные, именно которые зарегистрированы, сформированные молодыми гражданами. То есть это основные изменения, которые наша молодежь внесла в федеральное законодательство. На этом все. Ну вот мне, конечно, очень интересно то, что вы разработали законопроект о патриотическом воспитании молодежи и после известных трагических событий в городе Казани. Я думаю, что это наиважнейший, актуальнейший вопрос. Чего в основном касается данный законопроект и на что вы уделили больше внимания? Данный законопроект, он, конечно же, нацелен на то, что в учебных заведениях, детских, среднепрофессиональных, высших, в школах, более ответственно относились к патриотическому воспитанию. Это разработка методических образовательных стандартов в плане в каждой школе, чтобы завучи по внеучебной работе более ответственно относились к данной категории. И мы более обширно отнеслись к патриотике. Патриотика — это не только Великая Честная война и тому подобное, это комплексная мера, которая еще предстоит. Потому что когда закон примут, уже Министерство образования и науки, Республики Саха-Якутия в последующем будет разрабатывать план мероприятий по данному закону, куда мы, конечно же, активно подключимся. — Ну вот посмотрите, сегодня в основном молодежь сидит гадше тогда, и очень тяжело его оторвать. И в этой связи очень сложно их привлекать занятием физической культурой и спортом, чтобы у них была какая-то двигательная активность, чтобы они могли расслабляться, чтобы у них появились какие-то друзья, а не они сидели вот в одной комнате и были заодно только с монитором. Вот с этой точки зрения вы что можете предложить для молодежи и к чему вы можете призвать? Потому что вот именно в интернете в основном пропагандируются западные ценности. Даже начиная с мультфильмов, это в основном и американские, и японские и так далее. И получается продукт, вот именно наше подрастающее поколение, оно в какой-то мере зависимо от той идеологии, которая насаждается Запада. Что своего мы можем предложить в этой связи? — Ну, в данное время сейчас на постройках интернета нашими, наши IT-компании, допустим, Майтона, разрабатываются наши игры. Сейчас снимаются очень многие якутские фильмы, сейчас переводятся многие мультфильмы на именно якутский язык. Это и идет развитие вот этой IT-отрасли, вот этой средства массовой информации, именно на региональную специфику. То есть инициативные ребята сами выходят, сами переводят, так выразительно, за свой счет. Вот. Ну, данная сфера, она вот потихоньку двигается, именно на региональную специфику. Это видно, это замечается. — Ну, и я хотел бы, наверное, добавить, Александр, о том, что на самом деле молодежь должна, получается, сама проявлять инициативу, быть инициативным, как отметил Александр, для того, чтобы вот эти западные культуры не у нас не осаждались, то есть прививались уже к молодому поколению. Наши культурные ценности, наши, получается, традиции и вообще в целом, получается, тот образ, который нам сейчас пытаются, получается, рассказывать, прививать теми крупными мероприятиями, такими, как, наверное, ИСЭХ ежегодный, вот. И, наверное, в этом мы должны видеть какой-то ключ для того, чтобы наша молодежь нашла выход из вот этого плена западного, да, можно сказать, и японского, что вы отметили. Ну вот сегодня у нас отмечается Международный день музеев. В пользу случая я хотел бы поздравить всех музейных работников республики. Они очень большую работу проводят, в том числе по патриотическому воспитанию молодежи. Вообще молодежь ходит в музеи? Вы ходите в музеи? Да, конечно. Ну, допустим, у нас, я очень люблю картинные галереи, когда у нас проходят выставки, я обязательно хожу. Но основной аспект я уделяю именно театру. Но если говорить о музеях, то это, конечно, картинные галереи. Когда вот у нас приезжают выставки из разных городов, я обязательно хожу. Ну, мой любимый самый музей, наверное, в Якутске, это Краеведческий Ярославского. Получается, с самого детства мы с семьёй ходили туда, и до сих пор, когда мне становится очень интересно туда сходить, потому что там всё равно экспонаты добавляются, и вообще смотреть на них, это как будто вспоминать своё детство, возвращаться. А мультимедийный парк «Россия – моя история» вам интересна? Да, конечно. Как он только открылся, я обязательно пошёл, потому что я очень большой фанат Великой Отечественной войны. Именно из всей истории я уделяю основной аспект Великой Отечественной войне. И я обязательно туда сходил, осмотрел все полностью. Хорошо, здорово. Мы сейчас прервёмся на рекламу, затем продолжим наш интересный разговор. Ещё раз добрый день, уважаемые якутяне. Мы продолжаем наш разговор в рамках передачи «Конституция. Мы» и сегодняшняя тема «Конституционные инновации. Взгляд молодёжи». Вот здесь я хотел бы обратиться к своим молодым коллегам и сказать о том, что Конституция Российской Федерации и Конституция Республики Саха-Якутия – это основные документы, но, с другой стороны, они не должны, наверное, просто лежать на столе. Я всегда говорю в своих публичных выступлениях, что они должны стать для каждого из нас настольной книгой, поскольку мы, даже находясь в определённом возрасте, каждый раз смотрим на те или иные конституционные положения новым взглядом с высоты прожитых лет, приобретённого опыта, накопленных знаний и так далее. Вот в этой связи у меня будет вопрос, а что для вас означает Конституция и как вы участвуете в реализации конституционных положений? Пожалуйста, Александр. Ну, для меня Конституция – это не просто книга. Для меня это, так выразимся, некая карта жизни. Карта, где прописаны основные аспекты жизни человека. Так как на этой карте полностью показаны мои гарантии, мои права, мои обязанности, которые я должен выполнять и которые я могу осуществить. К примеру, Конституция действует не только на территории Российской Федерации. Вот я гражданин, если я выезжу за пределы Российской Федерации, Конституция будет меня защищать. То есть я могу обратиться в присутствие, меня они защитят. И в данное время, вот вы спросили, как же я реализую свои конституционные права. Ну, во-первых, так как мы сейчас молодые, мы все выполняем, реализуем свое конституционное право на получение образования. Вот я в данное время получаю второе образование и в дальнейшем также буду реализовывать. И года через пять, наверное, уже реализую свое конституционное право на образование семьи. Я это зафиксирую. Вот еще раз повторюсь, это вот карта жизни. И, конечно же, как каждая карта, она со временем видоизменяется, что-то в ней меняется. Вот я сейчас смотрю, она для меня карта жизни. Может быть, через пять лет она уже не будет карты. Она будет что-то другим, может быть, летописью, или же неким дневником. Ну, и я полностью согласен с мнением Александра. Также для меня конституция является гарантом моих свобод, прав и обязанностей. Благодаря ей я точно знаю, что государство защищает мои социальные права и гарантирует уважение человека, труда. И, ну, как я реализую свои конституционные права, наверное, с 14 лет не секрет, что я сам, получается, начинал уже работать по данному мне праву. И в будущем, ну, я, как и мои предки, желаю стать человеком труда. Ну, что, как не труд красить человека. Угу. Здорово. Молодцы. Ну, следующий вопрос, он уже, будем говорить, охватывает всех граждан Российской Федерации, поскольку 15 января прошлого года наш общенациональный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступил с посланием в адрес Федерального собрания, где сказал о необходимости внесения определенных изменений, дополнений действующей Конституции Российской Федерации. Понятное дело, что Конституция — это живой организм, он должен учитывать реалии, должен быть приближен к жизни. И мы знаем, что 14 марта 2020 года был принят федеральный конституционный закон о внесении изменений, которые были одобрены народом в рамках общероссийского голосования, в которых мы все вместе участвовали 1 июля. И вот в этой связи, конечно же, возникает вопрос. Были различные формы общественного обсуждения, я думаю, и вы, наверное, в этом участвовали. Вот на ваш взгляд, вот эти внесенные изменения, какой в них посыл такой позитивный, который будет видоизменять нашу жизнь, давать какие-то дополнительные гарантии, которые бы вам были полезны. Что вы могли бы в этой связи сказать? Начнем с Антона. Ну, вообще, в целом, к прошедшим изменениям в Конституции я отношусь положительно, так как эти изменения, как я заявлял ранее, защищают социальные права граждан, получается, и реально направлены довольно-таки на широкие слои населения. И также, как и мне, прошлогодние поправки вступают гарантам их социального благополучия. Так, ну, наверное, хотел бы передать вам сам. Я тоже очень положительно отношусь к тем совершенствованиям, которые были уделены Конституции Российской Федерации, так как в новой редакции Конституции были закреплены такие важные аспекты, как дети – важнейший приоритет государственной политики России. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многоконституционального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Гарантируются права коренных малочисленных народов. Для нас, как для народа Саха, это очень важный аспект. И, конечно же, я не могу пройти то, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. То есть, это уже закреплено в Конституции. И очень многие проблемы сразу же будут отсекаться. И, конечно же, это обязательно инстекция пенсии. И закреплено понятие молодежи. То есть, нас, молодежи, закрепили на конституционном уровне. Я сам лично выступал за принятие по праву Конституции Российской Федерации. Агитировал. И на референдум я пришел и выполнил свой конституционный долг. Замечательно. Вот 30 апреля этого года уже глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев внес конституционную инициативу в адрес парламента Республики. Я надеюсь, что с опубликованным текстом этой инициативы вы ознакомились и хотелось бы узнать ваше мнение в этой части. Что вас в этом проекте удовлетворяет? Может быть, есть какие-то моменты, где вы могли бы и дополнить какой-то части, или в целом он достаточно широкий и даст возможность нашей Конституции еще более быть совершенным. И считаете ли вы это очередным этапом развития Республики, поскольку мы в следующем году уже вместе с вами будем отмечать столетие Якутской Республики, а все инновации, которые вносятся Конституции, реализовать вам, молодым людям, вы будущие руководители. Вот ваше мнение. Ну, по поводу совершенствования нашей Конституции, я хотел бы сказать то, что те предложения, которые сейчас предлагаются, они отвечают на запросы общества. Поэтому после вступления в силу решения референдума наша Конституция должна принять в себя основные понятия для увеличения благосостояния народа Сахар. Так предполагается внести такие понятия, как защита достоинства граждан и уважение к труду, вознаграждение за труд не ниже минимального размера оплаты труда. Данные изменения направлены на усиление социальных прав граждан. Появляется понятие отцовства, ее защита государства. Наша культура является уникальным наследием национального народа. Конечно же, каждый документ, каждый закон он не может быть совершенен, но нужно пытаться его совершенствовать. И, конечно же, после вступления в силу по праву Конституции Российской Федерации мы должны поднять те поправки, которые были внесены и в наш основной закон, чтобы и наш народ был полностью обезопасен и чтобы гарантии нашего народа полностью возросли и были более обширными. По поводу внесенной 30 апреля 2021 года главой нашей республики Айсеном Сергеевичем инициативы по внесению изменений и дополнения Конституции в республике Саха скажу следующее. Данный проект полностью согласен. Он внесен в целях совершенствования республиканского законодательства с федеральным. Это связано с российским референдумом прошлого года. Поэтому заменяются для большей ясности некоторые понятия и дополняются части Конституционного закона. Исключаются противоречащие положениям Конституции Российской Федерации отдельные органы и полномочия. Устанавливаются нормы, регулирующие положение о новом органе. Ну и гарантируются социально-правовые гарантии. Вот насколько я знаю, вот у меня была встреча с Антоном Васильевым, председателем молодежного парламента, и он говорил о том, что в муниципальных образованиях на базе представительных органов будут создаваться молодежные палаты. Но сейчас идет активное обсуждение, общественное обсуждение. Каковы планы молодежного парламента в участии в этом общественном обсуждении? Как вы будете работать с молодежью муниципальных образований? Какие вы хотите формы в этом направлении применить? В данное время, как вы правильно отметили, в каждом муниципальных образованиях при Улусном Совете Депутатов создаются молодежные палаты. Сейчас это очень активно продвигается. Сейчас мы очень много ездим по всей нашей Якутии, встречаемся с главами, очень активно продвигаем данную идею. Как мы подключимся именно к общественному обсуждению Конституции Республики Саха-Якутия? Во-первых, вот скоро будет общественное обсуждение. Мы, конечно же, все прочитали законодательский совет, который я курию как ответственный секретарь, он подготовит от имени молодежного парламента те предложения, которые мы хотим, чтобы были там отражены. конечно же, через наших наставников, надеюсь, они посмотрят наш документ и как-то видоизменят и включат. Ну, вообще, и непосредственно во время самих общественных обсуждений мы будем принимать участие. Ну, я вот Александра пригласил, завтра у нас будет заседание общественно-консультативного круглого сала Кустук, Радуга, и выразить от имени молодежи свое мнение. Я надеюсь, Александр познакомь, значит, должным образом выступит, ознакомит с предложениями молодежи. Но меня больше волнует вопрос, чтобы на местах эта работа тоже шла, чтобы молодежь в Лусах подключилась, потому что я думаю, что у вас есть время, если даже эти молодежные палаты еще не созданы, у вас, наверное, есть друзья, активисты, также члены молодежного парламента, через которых вы могли бы провести, поскольку я еще раз повторяю, что по этой конституции вам жить, и вы должны активно, неравнодушно принимать участие в обсуждении. Но мы сейчас с вами прервемся на рекламу, после этого продолжим наш разговор. в рамках в рамках передачи конституции «Мы». вообще, если я в свое время был народным депутатом в течение четырех созывов, и в свое время я был вице-спикером, председателем комитета по государственному строительству и законодательству, и в то время мы впервые обратились к вопросам возможности создания молодежного парламента, и разработали положение, и нам очень приятно сегодня вести разговор с лидерами молодежного парламента нынешнего созыва. И здесь я бы хотел задать следующий вопрос. Конечно же, общественно значимые молодежные проекты очень важны и они востребованы, потому что молодежь это генератор идей. Именно молодые люди в условиях новой жизни могут привносить что-то новое, креативное. С этой точки зрения что бы вы могли рассказать якутянам о ваших инициативах? Давайте Антон начнем. Я как непосредственно руководитель молодежного крыла Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии остановлюсь на проектов молодежного крыла. И 27 апреля в день получается государственности республики Саха Якутия. Нами был дан старт молодежному форуму Ассоциации Сахада Спорт. На данном форуме мы проводили работу непосредственно с будущими волонтерами 21-х игр Мончары, которые пройдут этим летом в селе Бердейстах горного района. Ну и получается в первый день спикером у нас и с приветственным словом выступал сам министр спорта Республики Саха Якутия Иннокентий Юрьевич Григорьев. Во второй день форума также нами для приветственного слова и напутственных слов был приглашен председатель организационного комитета 21-х Игорь Мончары заместитель председателя правительства Сергей Мясников получается у нас форум проходил в течение четырех дней и в третий день мы получается договорились с администрацией горного района вообще сами волонтеры с целью того чтобы волонтеры ознакомились вообще с данным районом с его историей культурой получается и непосредственно знали о местах где все это будет проходить этим летом также получается в заключительный день у нас во время форума от начала до конца присутствовал сам министр по молодежной политике и социальным коммуникациям степан анатольевич саргадаев и получается в конце он подвел итоги форума услышал мнение волонтеров пожелания волонтеров самих и получается похвалил не постесняюсь похвалил за организацию данного форума ассоциацию сахада спорт ну и получается пожелал того чтобы мы и развивались далее в таком русле самое главное вы же познакомились с историей Игора Мончара с которым Владислав Коротов выступил потому что иногда у меня бывает ощущение что волонтеры не всегда в теме как говорится не все знают а историю необходимо знать потому что из поколения в поколение это передается игры наших предков и мы должны знать чемпионов прежних игр с соответствующим уважением к ним относиться но самое главное то что вы в этой работе исходили из того что молодежь будет организовать в том числе в рамках Игора Мончара что вы планируете ну в рамках Игора Мончары мы молодежным крылом сами планируем получается организовывать игры для зрителей именно однородные игры Якутии такие как наверное Хаблык Хамыска получается чисто для зрителей ну и мы наверное будем вот эти игры аранжировать среди населения ну кому подойдут там например Махсолохсу это как петушиные бои получается это скорее всего для младших младшего поколения ну для старшего поколения настольные игры также есть и интеллектуальные игры у нашего народа ну и что там на ловкость быстроту и так чтобы вот эти игры уже получается будем показывать населению и некоторые ребята молодежь надеюсь то что они перенимут себе вот эти игры и в своем кругу в каком-нибудь маленьком среди друзей будут их проводить например на встречах молодежь на корпоративных вечерах может и надеюсь мы заложим какой-то отпечаток среди молодежи чтобы наши народные игры популяризировались таким вот образом ну вот благодаря вашей инициативе и при поддержке НБК САХА была очень хорошая передача к Керчихшоу да где вот массрейсеры соревновались с прыгунами ну на знание истории игры Мончары на сноровку на ловкость было очень хорошо замечательно я желаю вам успеха в этой деятельности благодарю да Александр что вы могли бы рассказать ну я хочу остановиться на проектах молодежного парламента сейчас молодежный парламент реализовывается проект школы государства данный проект зациклен на создании в школах самоуправления то есть глава школы парламент правительство и так выразить создание всех видов и власти данный проект зациклен во-первых на патриотическое воспитание потрясающей молодежи на понимание как работает государство как работает регион и конечно же это взятие некой ответственности то есть если человек там при самоуправлении избирается на главу он уже берет некую ответственность за выразимся выходки своих одногруппников вот еще также хочу остановиться на векторе развития молодых парламентариев при Министерстве по делам молодежи и социальной коммуникации республики Саха Якутия данный вектор был создан в 2019 году вот по итогам 2019 года был признан лучшим вектором развития и в 2020 году не остановил свою деятельность были проведены прямые диалоги диалог на равных где также Александр Николаевич мы вас приглашали где как раз вот Антона вы пригласили на молодежное крыло Сахадыспор благодаря этому вот и конечно же в рамках данного вектора был еще один прямой диалог в конце 2020 года это с депутатом Государственной Думы Галиной Иннокентиной Данчиковой где мы сошлись о том что нужно носить изменения федерального закона молодежной политики ну в то время еще проект федерального закона и пошла очень бурная деятельность очень бурная работа по поводу отражения голоса якутской молодежи в данном законе мы там за очень качащие сроки там за неделю полтора спасибо Степану Анатольевичу за очень сильное содействие в данном деянии выразимся так вот и мы смогли были вынесены более пяти поправок две точно приняли другие приняли в другой редакции какие же планы планы это в начале июня как со стороны молодежного парламента как и со стороны вектора развития молодых парламентарьев мы встречаемся с депутатом государственной думы Галиной Иннокентиевной Данчиковой вот со стороны молодежного парламента еще обсуждаются какие же темы будут затронуты с Галиной Иннокентиевной но вектор развития молодых парламентарьев Мы затронем изменения в закон о социальном труде, а именно о закреплении статуса социальной столовой. Это очень актуальная тема, потому что есть очень много благотворительности именно в виде социальной столовой даже у нас в городе Якутске. У нас есть на территории города Якутска социальная столовая, но из-за того, что в законе не прописано вот это понятие, Министерство труда, поскольку Саха-Якутия, никак не может содействовать, не может дать пособия, субсидии и тому подобное. И вот мы хотим встретиться с Галиной Иннокентьевной и обсудить внесение вот этой данной инициативы. Ну, действительно, очень важный и самый главный результативный, как вот Александр отметил во время диалога на разных, как раз вот Антон задал вопрос и проявил такую инициативу, можем ли мы создать молодежное крыло. А сегодня мы уже говорим о конкретных результатах, у них даже есть эмблема, уже прорабатывается гимн, это очень здорово. Но вот в части работы в рамках общественного обсуждения, конционной инициативы главы республики, хотелось бы, чтобы молодежь принимала активное участие, вы, являясь лидерами, конечно же, в этом поможете. Вот в этой связи, что бы вы могли сказать, чем могли обратиться к молодым людям, вот именно в этот период, когда наступает такой ответственный период обсуждения, принятие. 26-го, 27-го как раз намечено пленарное заседание Государственного собрания Илтумен. Вот, что бы вы могли в этой части еще отметить. Ну, насколько вы сегодня отразили, у вас есть очень хорошее понимание значимости конционных поправок в Конституции Российской Федерации, ну и сейчас непосредственно Конституции Республики Саха-Якутия. Может быть, какой-то призыв к молодым людям? Хотелось бы, да, от имени вообще, от своего имени, во-первых, ну и, наверное, от имени молодежиного парламента призвать граждан и молодежь республики принять участие в общественном обсуждении на сайте Илтумен. Потому что, ну, молодежь должна и обязана в каком-то роде предлагать свои идеи, свои мнения, свои взгляды. Хорошо, спасибо вам за участие в нашем эфирме, я желаю вам успехов.